Привет! Меня зовут Роман Гершуни. Сегодня я приготовлю суп из зеленого горошка. Простой, известный всем рецепт. Тем не менее, часто спрашивают меня, а как ты готовишь суп из горошка? Сегодня я сделаю, так сказать, молочную версию, без копченостей. Я замочил горох на пару часов буквально. А вообще можно варить суп из гороха, не замачивая горох. В отличие от всяких там разных фасолей, мута и так далее, вот такой вот зеленый горошек можно не замачивать. Это будет суп-пюре, поэтому я не сильно стараюсь красиво нарезать. Такая форма нарезки называется Диши. Я не знаю почему, или менее Виши. Или по-русски полукольца. Вот как больше нравится, полукольца или Виши. Виши вкуснее. Виши вкуснее, по-моему, тоже. В рецептах есть лук и морковь, которые нужно жарить. Всегда начинаем с обжарки лука и моркови, а не других овощей, потому что лук и морковь, они наиболее жесткие, что ли. Требует больше и дольше обжарки. Чеснок. И картошка. И картошка. Картошка придает вот эту вот, супу пюре, она придает вот эту вот, такую крахмалистость, что ли? Крахмалистость. Я жду пока овощи немножко, то что называется, потеют, то есть уже станут едва-едва-едва обжаренными. Крахмалистость. Кровь может уже сказать, что они едва-едва обжарены, у девочек. Добавляем сюда картошку, чеснок. Добавляем сюда картошку, а также крахмалистость. Все будет еще красивее. Здорово! Интересно, из свежего гороха можно придать? Да, можно есть свежего, но единственное, что нужно его вынуть из стручков, потому что стручки, к сожалению, не разварятся. У него остание станции волокнистыми немножко. Вот. А сейчас заливаем все это дело в горячую воду. Довожу до кипения и жду 20 минут примерно. Прошло 20 минут. Запахи горохового супа распространяются по квартире и привлекают голодных людей. Смотрите, горох разварим. Ну, если горох разварим, то естественные картошки, морковь уже тоже там. Готовы. Сейчас. Включаем. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...